БОЕЦ 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 Фёдор Чудинов. Мастер спорта. Чемпион Европы среди юношей. Победитель Кубка России среди юниоров. С 2009 года в профессиональном боксе. Боксировал в США. Провел 9 боёв. Во всех одержал победу. В 7 досрочной. Выступает в супер среднем весе. БОЕЦ 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 План Проводников, или Сергей Ковалев, или Женя Градович. Нужно пройти все круги ада. И только потом еще и сохраниться с собой поясом. Ну, опять же, скажу, чтобы стать чемпионом мира, нужно пройти все круги ада. За что большое уважение и поклон нашим российским боксерам, что они смогли это пробить и это сделать. Насколько им удача улыбнулась в этом вопросе? Как кинозвездам, которые в Голливуд приезжают, и не все выстреливают. Хотя много талантов там. Знаете, я же не знаю каких-то конкретных нюансов, как они к этому шли. Как тяжело это было. Но это просто то, что они сделали. Это чудо. Это чудо, да. Вы родные братья, и тем не менее у вас свой взгляд на проблемы, которые мы сегодня будем обсуждать. И, Федор, интересно и твое, конечно же, мнение. Я вживую видел ребят, через что им пришлось пройти. Как они жили там. И слухи, и доводы. Все слышали. Кто-то говорил, что туда приезжаешь, становишься чемпионом. Это не так. Ребята, грубо говоря, многие уже становятся чемпионами, вынуждены подрабатывать где-то в клубах. Если нет, то есть там нелегкая жизнь, человек не приезжает на готовое. Ему приходится там головой все прошибать и отрекаться вообще от многих вещей. То есть многим жертвовать приходится. Ну мы сегодня подробно это обсудим. А пока у нас поздравляем вас. Первый звонок в студию из Москвы. Слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Егор Дмитрий и Федор. Я слежу пристально за вашей карьерой. Я очень надеюсь на то, что вы наши будущие звезды. Я в этом даже уже практически уверен. Ребят, я знаю о том, что после того возвращения вашего из Америки, или может быть это уже там, у вас были достаточно сложные отношения между друг другом. Как и за счет чего вы преодолели эти сложности и сейчас вдвоем не разлей вода. Это мой первый вопрос. Второй вопрос. Я теперь знаю, что ребята защищают цветам от округа «Ночные волки». И чтобы они рассказали немножко подробнее об этой ступени своей жизни. Потому что она мне как поклоннику неизвестна. Спасибо большое за звонок. Итак, вопрос о ваших взаимоотношениях и насколько Америка повлияла на ваши взаимоотношения. Там случился разлад временный? Ну, может быть, начну я, да, пускай будет один говорить. Да, действительно, там у нас случился разлад, не было взаимопонимания. Вот. С чем было связано это? Темпераменты? Да все, все вместе было связано. Много факторов. Там и бытовое, мы жили постоянно вместе, а ввиду того, что у нас разный характер, немного тяжеловато было. Плюс было все-таки вмешательство внешнее. Было все-таки? Да, было влияние внешнее, которое все-таки мешало нашей дружбе с братом. Но, слава богу, эти люди давно уже ушли из нашей жизни, и теперь нам никто не мешает. Да, действительно, сейчас мы уже намного больше дружим, чем в Америке, например. Ну, а как мы этого достигли? То есть мы, как взрослые ребята, пересмотрели все свои отношения, сели, поговорили, договорились уважать друг друга, идти вместе. И, в общем, по сей день мы на этом пути. Те люди ушли из жизни, пришли новые. Вопрос про байкеров был. Все-таки ответьте. Значит... Хирург и сотоварищ. Да, мой друг Умар Назарович меня однажды привез в байк-центр, где я познакомился с Александром, хирургом. И, в общем, после такого вечера общения мы поняли, что у нас схожие взгляды, что мы единомышленники, что мы все ночные волки, мотоциклисты. Это ваша команда? Да, это наша команда. Мы все горячо любим нашу Россию, нашу матушку. То есть у вас группа поддержки теперь мощная? Мощная, да. Федор, а почему ты без курки? Я чуть попозже познакомился с ночными волками и потихонечку вливаясь в их общество, меня сразу же спросили, интересуюсь я этим или нет. То есть мне не навязывали, у меня был выбор, примыкать к ним или нет. Но мне очень нравятся те идеи, которые там пропагандируются, в частности, семьи, христианство, славянизм. Православное. Да, патриотизма. И я с большим удовольствием вступаю в их айды. Спасибо большое. Давайте вернемся в 2009 год, начало вашей профессиональной карьеры. Во-первых, почему это произошло? Вы оба перспективные бойцы. Одному 24 года, тогда было другому 23. С хорошим бэкграундом любительским. Оба члены национальной сборной России. И вдруг неожиданно, в общем-то, это было для многих тех, кто освещает любительский бокс, в какой-то мере неожиданность. Наши перспективные два средневеса принимают решение уйти в профессионалы и оставить любительский бокс. Почему вы приняли это решение? То есть вы не выдержали конкуренции? Или мы не раз уже задавали такой вопрос с Алексеем. Правда ли, что не имея большой поддержки, сильной команды и административного ресурса за собой, в любительском боксе пробиться невозможно? Ну, последнее, что вы сказали, в этом есть доля правды. А что касается нашего отъезда, скажу, что все, конечно, изначально я затеял. Почему? Всегда я начал заниматься, когда я вообще начал заниматься боксом, Петр немножко позже пришел в секцию бокса, по примеру, да. Я хотел, уже видел себя, придя в секцию бокса, профессионалом. То есть я для себя видел, видел себя профессионалом в будущем. И, значит, выиграв все соревнования, какие только возможно, до взрослого возраста, там, молодежные, юношеские, вот, и, соответственно, на первенствах мира мне уже предлагали, видели мой профессиональный стиль, зарубежные менеджеры или, там, скаут, как называют их. Вот, и все, значит, с 18 лет и до 2009 года, все это время, я слышал, в размышлениях был. Ну, в размышлениях боксировал, да, но уже, конечно, не с таким успехом, как до взрослого возраста, потому что уже конкуренция пошла, вот, как уже сказали, то, что между, вот, то за человеком стоит, то не стоит за человеком. Давайте я немножко прерву вас, просто напомню обстоятельства 2007 года. Насколько нам известно, был тогда чемпионат страны, где вы серебряную медаль завоевали, и, вот, говорят, что, вот, насколько сложная химия любительский бокс. Вот, в сетке Матвея Коробова, вашего соперника по финалу, там была сетка, сетка очень такая легкая, и даже кандидаты в мастера спорта попадались. А у вас сплошные мастера спорта международного класса. Вот как бывает, да? Не так просто все в любительском боксе. Если сказать точно, точнее, то в моей сетке, в моей группе, мне пришлось пройти всех призеров предыдущего чемпионата. Чтобы дойти до Матвея. То есть, от двух третьих и одного второго номера пришлось пройти, прежде чем я вышел до Матвея. Только что мы видели видео из Чехова, да, там Александр Борисович Лебзяк был у нас, командующий войсками, да, сборной страны. Вы работали с Лебзяком, с Хромом тоже работали? Да, застали. Вот там были кадры Матвея Коробова, вот мы не случайно поднимаем эту фамилию. Во-первых, возвращаемся к теме об Америке. Матвей сейчас довольно успешно боксирует в США. Вы там, когда приехали в Америку, общались с Матвеем? Какие-то отношения у вас есть, взаимопомощь какая-то была? Нет, мы не общались. Мы только, как только мы приехали, наши промоутеры предоставили нам возможность присутствовать на бою, на боксерском шоу в Нью-Йорке, в Мэйдисон-Сквергарден, где он боксировал, главным боем был бой Котта с Клоттем, и Матвей Коробов боксировал в андеркарде. Это вот с момента того, как мы уехали в Америку, это единственный раз, когда я его уже увидел только на ринге. Ну и как, вам понравился ваш бывший соперник? Ну вот в тот вечер, конечно, он неудачно выступал, хоть и выиграл. На себя немножко не похож он был. Вот мы говорим в Америке о том, как люди уезжают, для многих это серьезный выбор. У вас же получилось несколько спонтанно, даже карикатурно, та же самая история с паспортом. Вот давайте в назидание расскажем, как менеджер, которым вы работали, небрежно работал с вашими документами, да? Ну это уже после того, как у нас уже начались состоящие проблемы. А значит, если начать с самого начала, то в роли второго номера, так как после успешных лет в юношеском, в юниорском возрасте, значит, роль второго номера меня не устраивал, причем что в голове, в душе у меня был профессиональный ринг. И значит, я проиграл в Калининграде, стал вторым, проиграл Максиму Коптякову в финал. До сих пор не могу понять, как это могло быть, может быть болезнь повлияла, может еще что-то, но я не выиграл тот бой. И значит, с того момента у меня уже рождался план, что все, пора на ринг профессиональный, нужно много раундов, нужно настоящее такое боксерское шоу. И параллельно мы ввели, ну, мне звонил домой Эдуард Гумашьян, мы с ним общались. Это глава промоутерской компании Red Star, да? Да, и в какой-то момент, это был что ли март, у меня сорвалось несколько участниц в международных турнирах, и значит, молодой парень, сильный, готовлюсь. А куда? Боев-то нету. Вот. Хотелось уже боксировать, нужда, да? И значит, в какой-то момент я просто, мне позвонил Эдуард, я сказал, вы можете сделать так, чтобы я стал профессиональным боксером? Да, у меня назвал условия, которые мне устроили, там был действительно контракт, когда мы с Федей поехали, там было учтено все, но это очень долго, мало продлилось, там 7 месяцев всего. Вот. Ну, значит, мы приняли с Эдиком решение, что все-таки я поеду. Ну, вот. А Федор... Значит, как было, я скажу, когда я уже принял решение твердое, ну, как старший брат, я пошел к младшему. Ну, да, вот. Ну, я ко мне пришел, как бы, Иго, пришел с конкретным вопросом. Ты поедешь в Америку? Вы, так понимаю, человек более осторожный? Намного. И ваши первые слова были? Я сначала сказал, что нет, я сначала там скажу Алексею Михайловичу, там ТВП. Галееву, тренеру. Да, как бы. Вот. Ну, естественно, не говорил пока, не дозем, потому что мы еще ничего не решили. Вот. Но там прошло недели две, я подумал, посидел, как бы, посмотрел, что дела у меня вообще никак, денег не было, карьера любительской не идет. Как бы, мне давно говорили, что я не для любителей, как бы, создан. Вот. И я просто посидел, подумал, и пришел, позвонил Митя и сказал, поехали, поехали вдвоем, вот, надо что-то менять. Ну, с паспортами-то что за история? Это уже последствия было. Это уже было, да, уже через года два, что ли? Нет, когда мы пришли первый раз, уезжали, мы пришли в посольство, нам спокойно дали паспорта. Даже так? Без проблем. Абсолютно. Мы провели по два боя, уехали, поехали по туристической визе, нам тоже спокойно все сделали, все оформили. Вообще никаких проблем не было. А вот когда уже начались проблемы, вот, когда прошел первый год, и начались проблемы с промоутерами, тогда у нас начались проблемы и с посольствами, и, в общем, проблемы с боями, совсем почему-то проморазом накатились все вот эти проблемы. Ну, а в чем небрежность, как у Машана была, когда печать он должен был вам поставить в паспорт, и вы там нарушили закон США? Получается, когда вот, по происшествию полутора лет, ну, мы там где-то прожили, выезжали, приезжали, и когда уже третий раз мы туда возвращались, мы идти дали спокойно визу, а у меня, получается, Эдик отослал паспорт в старый паспорт, где не было печати о том, что я могу полтора года там прожить, а не год, как полагается. Что-то грозило вам? Я, мне могли вообще до конца жизни закрыть просто въезд в Америку, то, что я как бы нарушил, я работал по туристической визе, и пробыл там на полгода больше, ну, как незаконный эмигрант был. И все-таки в целом, вот, ваш уход в профессионалы, что это было, воплощение вашей мечты, стечение обстоятельств, или Эдуард Гумашьян вам, как бы, грубо говоря, золотые горы пообещал? Воплощение мечты. Воплощение мечты, у меня я больше, если честно, не то, чтобы от безысходности, просто все-таки интересно посмотреть в другую страну, что-то поменять в своей жизни, все-таки профессионалы, как-то попробовать себя, тем более, что не идет. Я не могу сказать, что я мечтал или грезил об этом, например, как Митя, я просто помню, как с детства у него целые видеотеки эти были, там, с этими боями. Как у Майка Тайсона. Да, там он постоянно смотрел все. Я просто хотел проверить себя, посмотреть немного, как бы, мир, и плюс к этому еще добавилось. Кстати, вопрос по Майку Тайсону, неожиданный вопрос. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста. Меня зовут Мария, я звоню из Волгограда. Вот у меня такой вопрос, скажите, вот много негативов, вы говорите, что осталось из Америки, но Майк Тайсон, американская бестапокс, вот он приедет, насколько я поняла, чтобы поддержать вас в Москве. Что для вас это значит? И расскажите вообще, что это будет? Спасибо большое. Ну, это, конечно, безусловно, приятно, что такая величина приедет поддержать нас. Рекламный ход Владимира Викторовича Хрюнова, наверное. Очень похоже на рекламный ход, потому что пока лично я еще пока не в курсе всех этих дел. Может, даже и бой не быть. Вот. Так что, вот так вот. И все-таки, вот, каков он хлеб профессионального боксера в Америке? Насколько я знаю, вот Федор рассказывал, что бывали периоды, чтобы люди знали, к чему готовиться, когда вы жили на 20 долларов в неделю. Да, ну, это вот я опять же говорю, вот мы когда только поехали туда, первый год вообще все было замечательно. Вот мы как попали, как в американскую мечту, жили там на Голливуде, ездили мы там, я с женой поехал на Гавайи, машину себе купил. И вот прошел где-то ровно год, и начались какие-то непонятные проблемы. Ни зарплаты, ни боев, за спаивные деньги не получали. И непонятно, с чего это началось. Банально, просто промоц-компания обанкротилась, вышла из бизнеса. И все. И как бы, а вот эти вся бюрократия, вот эти все контакты, они продолжали как бы нас держать и не отпускать, как получилось. И мы не имели права посмотреть. Вынужденный простой начался. Да. Ну, тем более, что когда все это произошло, мы были в России. Ну, Федя еще в Америке задерживал, я вообще в России был, я бы ничего не мог сделать. Но верен своей мечте, желание боксировать. Я все-таки полтора года там пытался как-то подрабатывать, ждал вызова, чтобы провести бой. Ну, сейчас, в настоящее время, все это позади. В прошлом большое спасибо, вот хочется сказать. Да. Что за вот этот урок, за вот этот опыт Америки, Эдуарда Гумашьяна, но теперь нас окружают другие люди, которым мы доверяем. И что самое интересное, что вернувшись к истокам нашим, я чувствую себя лучше. Неподдельный интерес вызывает эфир у наших телезрителей. Звонок из Дагестана, слушаем вас. Ваш вопрос, пожалуйста. Говорите, пожалуйста. Увы, сорвался звонок, я хочу спросить. Я хочу спросить Дмитрия и Федора обоих. Вот так все ярко начиналось, вы одного за другим укладывали на канвас. Своих соперников. И вдруг вот эта вот неприятность. Компания банкротится. И в какой степени, этот вопрос в большей степени к Дмитрию, повлияло это на вас таким образом, что потом случились вот эти вот две необязательные, как мы считаем здесь, ничьи. Поскольку, на мой взгляд, ты дрался с бойцами, которые тебе вполне по зубам были. Ну, последний счал, то есть с Полом Мендеса, последний бой в Америке, там, конечно, конкретно шла политика против меня. Что касается соперников, перевесивал меня, там, нарушал условия контракта. Ну и бой-то я выиграл. Просто сплавили. А вот если мы берем бой с Патриком Мэнди, Мэнди в Англии, ну, честно говоря, тот с тем результатом, я даже, ну, согласен. То, что в гостях нужно убирать, когда едешь в гости, нужно убирать. Более убедительный выбор. Конечно, тот был абсолютно ровный бой, и так как он местный, ну, что ж. Еще вот такой вопрос у меня личный к тебе, Дмитрий. Ты вот в любителях выступал в 75, да, во втором среднем весе. А в профессионалах, по примеру, кстати, Геннадия Головкина, стал выступать на категории ниже, то есть в среднем весе. Тебе удобнее или ты... Я вам даже больше скажу. Я даже 81 боксировал и даже комфортнее себя чувствовал 81. Вот, но такая вот тенденция наблюдал. Я когда приехал в Штат, вот мы приехали, мы смотрим, как он весь вот этот боксер боксирует, задал вопрос. А, он 69, да, в два раза больше меня. А вот этот? А этот 66, а как же так? То есть, у американцев, у них есть, ну, кто хорошо умеет знать науку по сгонке веса, кто обладает этими знаниями, конечно, они это очень грамотно могут использовать. Я, в свою очередь, все-таки боксер среднего веса, ну, по габаритам, по всему, да, но, конечно, для меня каждый раз, когда приступаю к сгонке веса, ну, это такой труд, что каторжный просто. А у нас потрудился на славу звонящий из Дагестана, и вот вновь его звонок на связи. Слушаем вас. Слава, у нас потрудился на славу звонящий из Дагестана, и вот... Пожалуйста, выключите телеприемник, идет наводка. Алло, здравствуйте. Алло. Ваш вопрос. Телеприемник, пожалуйста, выключите. Алло, здравствуйте. Да. Алло. Ваш вопрос. Я не выжил, что он выключил телеприемник, иначе не получится. Итак, когда вы ехали в Америку, вы были знакомы с трагическими судьбами Сергея Кобозева и Сергея Артемьева? Ну, так скажем, неглубоко, поверхностно. Но, вот, как и Федор сказал, как и я уже сказал, что вот только вот на поводу мечты поехать, посмотреть, побоксировать. Ну, как вот молодой парень полон сил, вырваться и на собственном опыте убедиться, что это такое американский бокс. Вот мы посмотрим сейчас уникальные кадры. Это Сергей Кобозев, трагически погибший в Америке наш боксер. Это бой его с Руисом еще молодым. Ну, и также, ну, погиб он во время криминальной разборки, подрабатывал охранником. Вот с бытовыми проблемами он столкнулся, но, к сожалению... Так, почему, по-моему, подрабатывал охранником? Именно потому, что золотые горы, которые ему сулили в Америке, отнюдь не оказались таковыми. А это Сергей Артемьев, один из двух братьев Артемьевых. Александр чуть раньше уехал из США. Были травмы с руками у него. Сергей же получил травму. Опять же, плохо следил за своим здоровьем. И команда, в общем-то, не очень помогла ему во время боя, который с ним случился. Правда, американцы организовали сбор средств, надо сказать. Но это была первая волна. Мы еще скажем о некоторых боксерах, которые были пионерами профессионального ринга. Вот такие истории вот такого криминального или драматического характера были на слуху, когда вы приезжали в лагерь. Были разговоры о первой волне русских боксеров? Что говорили о них? Вас это настораживало? Заставляло чему-то учиться, смотреть внимательно на вещи некоторые? Да, Эдик постоянно нам рассказывал эту историю именно про тех ребят, которые именно подрабатывают постоянно там где-то в охране, в клубах, которые там из-за местных девушек тоже страдают. Тоже он как бы старался нас как-то уберечь от этого всего, чтобы мы там не лезли никуда. Вот. Мы, по крайней мере, как бы и не лезли. Я вам скажу, хочу сказать, что приехавши туда, мы же не загорать туда приехали. Все так красиво, но мы просто вот такая работа, как в котел попали, боксерские. С утра до вечера. Ну, кроме того, вы же с женами приехали туда. Ну, я не брал супругу, да, и ребенка с собой, потому что, ну, я не был уверен, что стоит везти. Вот. Так что вот так. И ты, Федор, не брал? Нет. Первые три месяца мы поехали, мы с Митей вместе жили. Потом, когда после первых трех месяцев поживания там, я уехал туда, ну, пообщался с менеджером, с Эдиком. Он сказал, да, без проблем, привози, то есть, все нормально. То есть, как бы... Это помогало тебе? Да, мне помогала тоже жена была, то есть, мне не нужно было там думать о каких-то других женщинах, грубо говоря. То есть, Митя, он более человек такой, то, что ему нужно более концентрировать. Что же я с ума сходил? Да, да. Честно сказать. Да, то есть, наоборот, концентрироваться. Мне же, как бы, вот, то, что была жена рядом, мне, наоборот, помогало это, как бы, и чтобы я был более спокойный. Вот. В принципе, это... Вот вы два разных человека, хотя родные братья. Вот говорят, Америка меняет менталитет. У кого-то меняет, у кого-то нет. Ваш взгляд на Америку, Федор, и, соответственно, Дмитрий? Какова она, Америка? Что это за страна? Боксерская, прежде всего, меняет сознание человека? Что касается бокса, то, конечно, безусловно, бокс профессионально, вот мы говорим, очень развитый. Любительский, там, не такой сильный, как у нас. Ну, и так, там все больше поставлено на профессионал. Но профессионально, безусловно, очень хорошо развит. Это, наверное, все боксеры профессионального бокса, американских, первое, наверное, Дону Кингу должен говорить спасибо, то, что он предоставил возможность боксерам зарабатывать. Ну, Америка, как общество, как взаимоотношения между людьми, коммерция там на первом месте, или есть все-таки какие-то островки душевности, там, может быть, духовности? Я поясню вопрос, Алексей, дело в том, что, вот, допустим, Александр Поветкин, который здесь дважды был в этой студии, он так и не прижился в Америке, ему не нравилось там ни тренироваться, ни жить, и он теперь вот ставит категорическое условие, что тренироваться и жить, и даже драться, если это будет возможность, он будет только в России. Смотрите, ну, как вот, где мы были, да, в Калифорнии, там вот столько разных нас, там нету ни родины ни у кого, ни, там, не знаю, никакой любви, там, не поймя откуда собрались все, и все, ни культуры никакой, ничего. И особенно в последнее время я глубоко осознал, что я не смогу жить в Америке, что я русский, и что... Вернувшись домой, я с таким удовольствием прям вот закрыл эту книжку и поехал, ну, там, в деревню с женой. Перевернутая глава для вас Америка, да? Да, но, безусловно, большое спасибо, этот опыт должен был произойти в нашей жизни, чтобы в будущем, это такой, так скажем, такой фундамент в плане нашего будущего боксерского существования. Вот так. Федор, вот вы ярко начинали, да, первые бои, и Дмитрий, и Федор сплошные нокауты. Говорят, что сразу же после первых этих боев стали вокруг вас крутиться жучки всевозможные, боксерские. Мешало это или как бы льстило самолюбие? Ну, нет, как бы первые бои, мы были все время в Америке, а и в Америке мы не были такими прям звездами. Да, после приезда домой уже интересовали, начали интересоваться люди, то есть узнавали на улице, где-то кто-то подходил автограф, брал. Ну, такого прям эйфории я лично не испытывал и не считал себя каким-то великим, потому что я знал, что в Америке мы, грубо говоря, только начинающие спортсмены. Да, вот у нас это просто профессиональный бокс, он просто очень молодой вид спорта, и лет через пять, через десять мы, наверное, сможем выйти на достойный уровень. За последний год большой такой скачок произошел, я думаю, в отечественном профессиональном боксе. Ну, а что касается того, что вы сказали, вот вокруг там всякие люди, там, да, кто-то их навязывается, по принципу живем, не менять коней на переправе. Ну, так. У нас звонок из Волгограда, слушаем вас. Алло, алло. Да, ваш вопрос, пожалуйста, братьям Чудиновым. Всем вам добрый вечер, Дмитрию, отдельный добрый вообще вечер. Я сам из Волгограда, мы его уже называем Сталеград. Вот, был на своем бою, Дима, мы его еще называем один из лучших своих боек. Вот, нам очень приятно, что есть такой боец, такой, как ты. У меня есть такой вопросик, можем ли мы надеяться на защиту твоего титула у нас, в нашей родине, в Сталинграде, Дмитрий Алексеевич? Ну, да. Тем более, вы принимали участие в плане, да? Да, принимал и с удовольствием хочу вернуться. Меня очень впечатлило то, что происходило на Сталинградской битве. Этот турнир так назывался, да? Да, и в план, в план, в план и входит на 7 июня бой. Возможно, даже если все удачно, промоутеры, менеджеры, все между собой договорятся. Если Рикардо Майорга решит все свои проблемы, то, возможно, это бой даже с Майоргой будет. Вопрос к Федору. Вот мы обсудили с Митей его отношение к американскому образу жизни, к Америке. Все-таки твой взгляд на то, что происходит там, между людьми, в боксе, насколько это позитивно? Или все-таки ты тоже, так сказать, на фоне ваших относительных неудач, тоже, так сказать, остался пессимистом в этом вопросе? Ну, безусловно, когда первый раз приехали, естественно, эйфория, там, Лос-Анджелес, там, Голливуд, был попадаешь, словно, в фильм куда-то. Но потом вот это вот все проходит, вот, там, по шествию, там, ну, 3-4. Пресыщаетесь, да, постепенно заходишь? Да, понимаешь, что нет своего родного, как вот, ну, домой как бы тянет. Вот, да, туда можно ездить, но на время, там, немножко посмотреть, может быть, потренироваться, там, для, для, вот, как, проверить, грубо говоря, фронт, проверить, как это, как, потому что, ну, если только здесь со своими боксировать, уже выходить и боксировать потом с другими, ну, не то будет. Вот, и чисто, вот, если туда ездить, то только, вот, подраться с ними и обратно домой. Вот, посмотрели мы видео, вы неплохо начали, вас телеканал какие-то показывали, пускай там местные, не самые крутые. Начинали-то вы с нокаутов, такие зрелищные поединки проводили, но потом дефицит появился боев. Вы посмотрите, Сережа Ковалев, да, вот, терпел, 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 даже, в общем, выступал за бесценок практически, да, и, тем не менее, вот, вытерпел. Может быть, стоило как-то поднапречься? Или действительно так все было плохо? А как можно было поднапречься в плане боя, если у тебя моральное, так сказать, ну, моральное договоренность, обязательство с человеком, который там, в Штатах. Мы ждали вызова, ждали, слышали, там, каждый раз труп, да, вот, сейчас, вот, сейчас. То есть было хамство уже? Нет, не было хамство. Вы знали или нет, что компания обанкротилась? Там много... Нам это напрямую было сказано, но постоянно мы слышали обещания. Ну и... Каждые две недели. Ну да, да. Сейчас готовься. В итоге два с половиной года в напряжении постоянно перед боевым и потихонечку все равно со временем начинаешь ломаться, психика. И вот такой принцип, например, вот в моем случае, что вот не надо там переметаться и так далее. Ну и не мог, не хотел я отпускать это, Штаты, вот эту свою мечту из рук продолжать боксировать там. И поэтому не начинал бои проводить, хоть и мне очень многие говорили, тоже свой родной тренер Алексей Михайлович говорил, может быть, закончить уже и боксировать здесь. Никого не слушал, только туда. Но приехав туда, только два таких сомнительных боя и дальше просто простой. И только уж по возвращению на родину, после нескольких раздумий, все-таки принял решение полностью вернуться, все забыть, закрыть. И начать сотрудничество с Владимиром Хреновым. Давайте поговорим не о самых приятных вещах, тем более они имеют прямое отношение к теме нашего сегодняшнего разговора. Я имею в виду о трагических обстоятельствах и трагической судьбе Магомеда Абдасаламова. Почему это имеет отношение к нашему сегодняшнему разговору? Я вот до сих пор не могу понять, как могло произойти, что бойца, который в первом раунде получил тяжелые травмы, перелом ударной левой руки и перелом челюсти, не был снят и боксировал 10 раундов, принимая удары на себя, а потом был отправлен на такси домой и на такси же возвращался, когда ему стало плохо. Это, по-моему, вопиющий случай. И вот Алексей затронул историю с Сергеем Артемием, тому ведь повезло, поскольку, когда ему стало плохо, это видела вся Америка. Это очень важно для американцев, когда вся страна картинку видит. И поэтому он получил большие сборы, поэтому он получил пенсию американскую. А Магомеда никто не видел, и в результате он сейчас испытывает большие проблемы, дефицит, и неизвестно, что дальше будет со здоровьем. Вот как вы прокомментируете то, как менеджеры и промоутеры поступили с Магомедом? Это возмутительно, на мой взгляд. Вы были свидетелями подобного небрежного отношения? В Америке вообще ходят слухи, разговоры о судьбе подобных судеб бойцов? У меня была такая ситуация со мной. У меня, получается, я когда спринговал с Власовым, поспринговали с ним. С Максимом Власовым? Да. Это было в зале у Фредди Роуча. Вот, мы хорошо спринговали там на равных, так, на тот момент. И, причем, менеджер меня перед этим настроил. То есть, если обычно я настраивался на легкий бой, то тут он подошел и сказал, он говорит, ты должен его поломать. И говорит, давай, говорит, траку устрой, там все, я думаю, надо, значит, надо. И мы вот просто Махачу строили с кулака на кулак, он чуть потяжелее был. И после боя, после спаринга, у меня был поврежден немножко нос, но я не придал ему значение, так побалит, чего. Но, как бы, после этого, через неделю где-то, я опять же вспоминал, у меня опять что-то немножко побаливает нос стал. И тренер, ну, давил мне на нос, я не знаю, что он хотел сделать, не знаю, что. И после этого вечером у меня просто раздуло вот так вот нос. И я еще три дня спаринговал, вот с таким носом у меня просто, вот, я, у меня просто голову отключалось, мне попадали по носу, спал по два часа в сутки. Вот, я как бы подходил к менеджеру, у меня там нос, блядь, не, все нормально, все нормально. И когда уже вот вообще, вот, уже все, он уже видел, что у меня нос сейчас просто лопнет. Мы тогда уже к хирургу поехали, и да, вот тогда... Ты настоял просто на этом? Да, и... Или тебе посоветовали? Не, не посоветовали, я просто уже все, никакой был, и только тогда уже, как бы, уже поехали, мы все-таки поехали к хирургу, и мне все-таки вскрыли это. У меня просто, получается, кровь не туда пошла, и нос просто раздуваться начал, вот. То есть, я так понял, что это общее место, вот такая жестокость, поскольку, вот, мы помним, когда это произошло с Магомедом, выступил же на эту тему Бернард Хопкинс, он сказал, что вы видите, как относятся к профессиональным боксерам, это потому, что относятся как буквально к расходному материалу. Я, говорит, после боя с Роем Джонсом, который он выиграл в одну калитку и не пропустил ни одного удара, меня не отпустили, отправили на каталку, на каталке, на обследование. Здесь человека с тяжелыми, который выносил 10 раундов тяжелого бомбардировки, отправили домой, это просто поразительно. Итак, друзья, очень важно уважение к боксерам, мы уважаем наших телезрителей, и еще раз звонок из Дагестана, слушаем вас. Добрый вечер, телеканал «Боец». Спасибо, ваш вопрос. Я очень ярый ваш поклонник. У меня такой вопрос к Дмитрию Чудинову. Дмитрий, мы от лица всей республики вас поддержим, очень вас уважаем. Вы нам нравитесь природой, как человек, как боец. И у меня такой вопрос, вопрос пожелания, можно сказать, от лица всей республики. Когда вы собираетесь вернуть все свои пояса на родину, пожалуйста? От кого это зависит, прежде всего? Ну, это работа целой команды. Конечно, от кого это все зависит, но все пояса-то здесь, но новые надо завоевать. Это случится, план у меня есть, да. То, что, зная все нюансы профессионального бокса, что несколько лет на это уйдет. В ближайшее время мне нужно все-таки подтвердить, ну, побороться за звание временного чемпиона еще раз. И после этого уже, думаю, будет настоящая встреча с настоящим чемпионом. Митя, а вот ты с Владимиром Хрюновым сейчас работаешь, как, впрочем, и Федор, а контракт-то вы до сих пор, по-моему, не заключили. Это что, так Америка повлияла на вас, что вы до сих пор опасаетесь каких-то серьезных договоров и прочее? Опиши ситуацию и все-таки, скажи, рассчитываешь на Владимира Викторовича, чтобы он, так сказать, своим умением, талантом смог обеспечить тебя необходимыми призовыми, да? И соперниками, и поясами. Владимир Викторович, на мой взгляд, это тот менеджер, который в нашей стране номер один может вывести боксера на уровень. Но ситуация вокруг нас такая, то что у нас есть договоренности моральные, да, такие ответственности. То есть в России их можно заключать, в Америке нельзя? В Америке, наверное, тоже можно. Может быть, нам повезло сначала в Америке. То, что мы заключили. Но у нас еще есть Умар Назарович и Владимир Викторович Крюнов. Они вместе все это решают, организовывают бои. Дмитрий, вот говоря о твоем будущем сопернике, ты должен был 22 марта драться в Москве. И твоим соперником должен был быть довольно сильный австралиец Флетчер. Тоже интерконтинентальный чемпион, как и ты. И вы должны были между собой разыграть титул будущего временного чемпиона. Но пока он остается у Мюррея, насколько я знаю. Но вот Флетчер как бы съехал с боя по независимым от него обстоятельствам. Какой у тебя будущий соперник? И будешь ли ты вообще 22-го драться? Ну, я точно не знаю. Просто точно не знаю. Я в настоящее время... Или это секрет? Нет, точно не знаю. Просто сейчас такой позиции. Ну, бить-то всех надо. И чтобы доказать, что ты лучший, нужно выиграть у лучших. То есть максимально сильный соперник нужен. И, в общем, кто будет на ринге, тот будет на ринге. Звонок в студию. Слушаю вас. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. У меня вопрос к Дмитрию. Федору хотел передать, что он молодец и красавчик. А вопрос к Дмитрию. Как к боксу здесь, в России, и как она вас поддерживала в Америке? И очень хотел бы задать вопрос, что общего между русскими боксерами и русскими москвистами. Спасибо. Русскими кем? Мы с москвистами. Итак, роль жены в карьере? Поддержка жены? Жена – это надежный тыл. Жена должна быть для боксера. Как женская интуиция? Помогала ей как-то вести тебя? Жена должна, как моя жена, быть надежным тылом. То, что нужно мне, то и делать. Она должна, в первую очередь, хранить домашний очаг. Даже молодому поколению хочется сказать, ищите жен, ищите боксерам, ищите жены. Таких жен, чтобы они уважали вас. Есть женщины в русских селениях, которым можно доверять? Да, настоящих русских женщин. И, кстати, они у нас самые красивые. А что общего между боксерами-мотоциклистами, русскими боксерами и русскими мотоциклистами-ночными волками – это любовь к родине и свобода. Федор, вот тебя ожидает очень серьезный соперник, Амар Шейка. Пожалуй, самый именитый среди всех соперников, с которыми вам с братом доводилось встречаться. Это боксер, который встречался с Джо Кальзаги, Роем Джонсом, целым рядом других бойцов. То есть, серьезным бэкграундом очень боец. Он станет в твоей карьере, на мой взгляд, настоящим гейткипером. То есть, если ты победишь его убедительно и желательно в начальных раундах, он буквально выпишет тебе билет в высшую лигу. Понимаешь ли ты это? Я просто объясню свой подход к каждому бою. К каждому бою я подхожу как к последнему, как к бою. Даже если соперник, как мне, например, говорят, да, он послабее, это у тебя проходной бой. Я все равно к нему готовлюсь как к последнему бою, что если я его не выиграю, он будет последним. И даже если мне говорят, что этот соперник как бы слабее будет предыдущего, я все равно к нему готовлюсь еще сильнее, чем к предыдущему сопернику. Потому что того-то я уже победил, а этот еще впереди, неизвестно, что там будет. Поэтому приходится готовиться к каждому бою, независимо, сильные, не сильные соперники. Я готовлюсь одинаково на полную катушку. Несмотря на ту неудачу конечную в Америке, то есть ваш отъезд оттуда из этой мекки профессионального бокса, все-таки события, которые с вами случились, не столь драматичны были, как, например, у Кобазева и Москаева. Москаева, вот мы помним, вообще по танке бросали с первых же дней. Все-таки не столь опасны были ваши соперники. Вот что вы можете сказать о ваших боях в Америке? И если бы не финансовая сторона, вот допустим, если бы все хорошо было с финансовой точки зрения, может быть, вы остались бы в США? Или вас не устраивала спортивная составляющая, профессиональный рекорд? По поводу боев, у нас настоящие бои проходили в спортивных залах. Мы спарринговали с на то время действующими чемпионами, такими как Альфредо, Ангула, Испина, Ишида, Чавес-младший. То есть мы регулярно с ними дрались, причем в полную силу, и по 10 раундов, и по 12 где-то спарринговались с ними. За бесплатно дрались или платили им деньги? Бесплатно. Бесплатно, повезло. За все время я от Испина 80 долларов получил. А, вот так. У нас звонок в студию, извини, пожалуйста. Звонок в студию, звонит женщина. Давайте уважим. Прекрасный Пол, ваш вопрос, пожалуйста. Слушаем вас. Алло. Слушаем вас. К сожалению, проблема со связью. Ну, поскольку вы действующие профессиональные боксеры, вы, наверное, не можете не задумываться о том бойце, доминирующем в вашей весовой категории, к которому вы рано или поздно, если все будет складываться хорошо, придете. У Федора это Андре Уорд, да, доминантная фигура в суперсреднем весе. Ну, а у Дмитрия это великий и ужасный Геннадий Головкин. Прикидывали вы на себя этих бойцов или нет? Мне очень интересно будет. Ну, я стремлюсь к этому бою, почему, да? Чтобы стать лучшим, обозначить себя, да, достичь чего-то, нужно побить лучшего. В настоящее время ситуация складывается даже по рейтингам так, что наш бой не за горами. Поэтому, конечно, подготовка к нему иду. На сегодняшний момент еще много над чем надо работать. У меня нет такой базы любительской, как у Геннадия Головкина. Ну, ринг все покажет. Ну, сейчас еще такое, нынешний егод, еще много же чемпионов. Там есть Питер Квилим, есть Фелик Штурм, кто там еще. Вот, в общем, эти все ребята, все они достойны уважения. И к каждому из них это все отдельная история, сильная подготовка. Это высшая лига, и куда я стремлюсь еще очень много работать. У тебя сейчас вторая позиция, да, в рейтинге, а Федор, мы сегодня боксерах смотрели, у тебя 15-е, да? Так что думаешь по поводу продвижения по сетке боксерской наверх? Андрей Уорд и Федор Чудинов, как это? Возможно? Возможно, в ближайшие, я надеюсь, год-полтора. Я надеюсь на это вот. Но я не думал об этом бою, и я, безусловно, стремлюсь к этому. Но сейчас я думаю о предстоящих боях, а не об этом бою. То есть, если я сейчас не смогу выиграть у того, кто у меня будет завтра, смысл мне думать о самой вершине. Вот вы говорили, что в зале вы встречались с очень известными боксерами, там, и Чавес, и Ангулы, и Ишида. И у нас есть кадры, вот, так сказать, вашей рабочей обстановки в зале. Действительно, там есть спарринг с Ишидой. Вы оба провели, да, этот, перед боем с пирогом, по-моему, да, это было, да, Ишида, японцы? Нет, вот эта запись, это была за год до нашего. Ну, перед пирогом. Ну, можно сказать, что вы как-то повлияли на его подготовку к бою с Дмитрием, да? Я просто хочу вот о чем спросить. Все-таки вот положительный есть момент в том, что вы все-таки в залах американских побывали и поработали с боксерами разных направлений. Вот Ишида вас тоже ведь удивил чем-то, да, этот боксер? Да, когда мы спарринговали с ним, то есть, он не особо жесткий, но он очень быстрый, чувствительный боксер. То есть, после Ангулы у него удар такой, прям, вот, прям глушит, прям, вроде бы не больно, но, прям, вот, глушит, прям, ощущаешь, прям, по всему телу, прям, волна расходится. У Ишида же, наоборот, я вечно выходил, у меня вечно все в ссадинах было. Иметь тоже постоянно, как подкрашенные, ходили после него. Вот, ну, безусловно, это огромный опыт, вот, именно, спарринговать за бугаром. Даже вот у сборной кубинцев, за счет чего она так продвинулась в любительском боксе, потому что с Советского Союза начали ездить туда и спарринговать с кубинцами. И кубинцы росли за счет сборной Советского Союза. Ну, дело в том, что у них хорошая профессиональная школа до этого была. Давайте, этот, Кит Гавилан и прочее. Кит Чоколад. Да, 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 там много было такого. Кассе Наполис. Вот мы такие высокие имена называем, вот, Дима, скажи, пожалуйста, вот вас показывали по местному ТВ, мы уже показали кадры эффектных нокаутов. Какие-то прозвища вам уже приклеились, вот, все-таки мы вспоминаем Америку, а там любят называть. Что-то вам предлагали уже закрепить, какую-то надпись на поясе своем? Нет, у меня уже есть прозвище «Ночной Волк». «Ночной Волк». Ну, вот это в России получил. А Федор? Нет, нет, ничего такого там. Ну, вот как у Дзю была, убийца с лицом, а ребенка мне, там, тренер давал, там. Это Баррера. Прозвище Барреры. Ну, и Дзю тоже, ему тоже, потом у него смедлили же, там, на правую руку, я уже помню. Большой правый удар, Костя Дзю. Да, там, громовой, и что, и еще там, кто-то, тренер, он пошутил, говорит, ты, говорит, будешь пушок у нас. Очень коротко, ребят, вот, не сложилось у вас любви с первого взгляда с Америкой. В двух словах, что бы вы могли порекомендовать ребятам, отправляющимся за океан? Настройтесь на очень такую настоящую каторжную работу, серьезную, жесткую, конкуренцию. В Америку уже больше не поедете? Да нет, почему? Можете. Никогда не говори никогда. Да, если говорить в контексте профессионального бокса, ну, в настоящее время не перешагнуть штаты. То есть, по-любому, я думаю, эти бои не за горами. Это все зависит не от нас. Очень важный вопрос. Вот здесь говорилось о вашем разладе друг с другом, да? И вот Алексей Галеев, ваш базовый тренер. Вы тоже в свое время, у вас был конфликт. Вы были недовольны той подготовкой в зале, которую вы проводили в Серпухове, да? Это все-таки он тренер по любителям, да? У него и Колчугин, и вы, и Олег Лисеев, да? Замечательный очень такой человек, тренер, наставник, беспокоящийся за вас, всем сердцем живущий в боксе. Как сейчас, насколько вы, так сказать, гармонично работаете вместе? Вот смотрите, вот по возвращению со Штатов, там вот набрался вот американских штучек. Да, интересно, конечно, все. Но забыл то, каким я приехал туда, вот эти вот истоки. И когда стал Алексей Михайлович это все освежать, восстанавливать, это стало работать, ну, я надеюсь, по боям, многие заметили, что боксировать лучше стал, расти стал. Вот, и что он молодой тренер, и он умный тренер, он работает над собой и учится до сих пор. У нас минута в эфире осталась, ребята. Итак, то, что случилось с вами в Америке, это трагедия или необходимый для вас опыт? Ведь у каждого боксера своя судьба, очень коротко. Это горький опыт, необходимый, который... Чтобы его взрослеть. Да. Теперь вы взрослые, ребята. Еще взрослеть всю жизнь. Век учись, век живи, век учись, как говорится. Что же, Илья, наверное, прощаемся, сегодня был интересный эфир. Ну, как всегда, мы рекомендуем всем телезрителям наслаждаться сладкой наукой профессионального бокса и не забывать старую боксерскую истину. При любых обстоятельствах защищайте себя. Итак, друзья, наш эфир подходит к концу, у нас сегодня были братья Чудиновы. Ну, а мы хотели выразить соболезнование Геннадию Головкину, которого на днях ушел из жизни отец. Желаем Геннадию справиться с этой трудностью и продолжать движение к вершинам профессионального бокса, как и нашим сегодняшним гостям Дмитрию и Федору Чудинову. А на этом мы сегодня заканчиваем. В эфире была «Территория бокса». Смотрите нас два раза в месяц. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»